Пандемия вновь набирает обороты. Третья волна коронавируса, в отличие от двух первых, грозит более агрессивными штаммами, которые не щадят ни стариков, ни молодежь. Поэтому соблюдение социальной дистанции, использование санитайзеров и ношение масок в общественных местах являются не просто обязательными, а жизненно необходимыми. Новый штамм быстрее распространяется и может вызвать более стремительное развитие болезни. Ковид-госпитали Карачаева-Черкесии фиксируют рост тяжелых пациентов в возрасте от 25 до 40 лет. Что касается вакцинации в регионе, то ее темпы растут, но число привитых еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Управление Роспотребнадзора по Карачаева-Черкесии информирует, что на территории республики продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции. Более подробно об этом рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаева-Черкесии Елена Покровская. «На сегодняшний день ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашей республике можно назвать стабильной, но сложной. Заболеваемость медленно растет. За последние полторы недели наметился стабильный небольшой рост числа заболевших, впрочем, как и в других субъектах Российской Федерации. Третья волна, о которой говорят, может быть, даже наступает в нашей республике. На сегодняшний день в нашей республике зарегистрировано 20 872 случая официально подтвержденных диагнозов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Нужно сказать, что это 5% от всего населения нашей республики. Если учесть, что часть населения еще болела и без поставленного диагноза, то нужно сказать, что этот процент немногим выше возник. Это люди, которые переболели в легкой форме или бессимптомной, которые не обращались за медицинской помощью. Также нужно сказать, что кампания по вакцинации в нашей республике, которая началась в конце прошлого года, идет достаточно медленными темпами, что как раз-таки и послужило причиной тому, что в нашем субъекте намечается рост. Так же, как и в других субъектах. На сегодняшний день у нас 15% населения прошли вакцинацию, первую стадию вакцинации. Полностью завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки. 11,9% населения. В настоящей ситуации, когда намечается рост заболеваемости, нам необходимо вспомнить о том, что до сих пор действуют ограничения, ограничительные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции. Указ главы от 17 марта 2020 года остается в силе, который подразумевает. Я напоминаю просто, дело в том, что люди расслабились, люди уже забывают о том, что нужно выполнять эти меры профилактики. Но эти меры профилактики не отменены. Мы должны об этом помнить всегда. Мы должны помнить о том, что в общественных местах, в закрытых помещениях мы должны всегда пользоваться защитной маской. Маску нужно менять каждые 2-3 часа. Сейчас это очень важно, потому что лето, жарко, собирается конденсат, маска быстро выходит из годности. Также нужно помнить о том, что режим дезинфекции также остается в силе. Мытье рук, обработка рук, обработка поверхности в общественных местах. Сейчас это очень актуально, нужно быть очень точным и пунктуальным в этом отношении. Также нужно помнить о том, что в настоящее время действуют ограничения проведения массовых культурных мероприятий. Ну, был момент, когда разрешили проводить какие-то мероприятия на открытом воздухе. Но ситуация сейчас достаточно стабильная. Много заболевших. И поэтому просим отказаться от проведения массовых мероприятий вообще. Показатель заболеваемости в нашей республике пока в 3 раза ниже, чем в среднем по субъектам Российской Федерации. Но мы помним, что наша республика присоединяется к эпид-процессу несколько позднее. То есть впереди нас, возможно, ожидает дальнейший подъем. И поэтому я еще раз всех прошу соблюдать меры профилактики, вспомнить об этом и быть очень пунктуальным в этом отношении. И второй момент. Обязательно сделать прививку. При медленной вакцинации и медленном темпе заболевания вирус может мутировать. Поэтому от нас сейчас с вами зависит быстро провакцинироваться и остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Сейчас нужно забыть о своих страхах и сомнениях. Нужно поверить мнениям экспертов. На одной чаше весов у вас ваши какие-то сомнения, домыслы. А на другой чаше весов это жизнь и здоровье не только вас и ваших близких, но и всего общества в целом. Сейчас вы должны заботиться не лично о своих амбициях и каких-то страхах, а быть человеком социума, заботиться об обществе в целом, сделать прививку и положить конец этой пандемии. На сегодняшний день тот вирус, который циркулирует среди заболевших, это уже обновленный новый вирус, другого вира. На сегодняшний день вирус, который циркулирует и вызывает заболевания в нашей республике, это уже вирус нового типа. Он приобрел новые свойства. Среди его свойств отмечают, что меньше инкубационный период у заболевших, больше тяжелых форм заболевания. Но можно с уверенностью сказать, наука это подтверждена, исследованиями это подтверждено, что те вакцины, которые сейчас имеются, от которыми мы прививаем население, они эффективны в отношении нового вируса. Также нужно отметить, что сейчас в нашей республике имеются три вида вакцин для вакцинации. Все три вида имеются в доступе. Каждый человек может прийти и сделать прививку той вакциной, которая ему показана. Но в принципе, конечно, лучше выбрать вакцину по рекомендации доктора. Доктор сам должен определить, какая вакцина вам подходит. Потому что нужно отметить, что рядовой житель, гражданин не настолько компетентен, чтобы определить ту вакцина, которая ему нужна. Я всех призываю прислушиваться мнению специалистов. Насчет прочих ограничений, которые сейчас в других городах и в других субъектах наших Российской Федерации вводятся ввиду осложнения эпидситуации, можно сказать следующее. Если темпы роста заболеваемости в нашей республике будут расти и будут такими же, как и в этих субъектах, естественно, эти ограничительные мероприятия будут введены. В принципе, это зависит от каждого из нас. Если мы будем выполнять меры профилактики, масочный режим соблюдать, если мы сделаем прививки, что сейчас очень актуально и необходимо, то эти меры ограничительные мы можем избежать. Все будет зависеть от эпидситуации. Это все меняется с каждым днем. И что будет завтра, не знает никто.